Продолжение следует... Надо бороться до конца. Отдали Кагмава. Вчера они тоже отдали Кагмава, если я правильно помню. И начало вроде начали даже неплохо с двух киллов, но потом так и слили Кагмаву. Так ни разу и не посражавшись с ним. Помните, Рик Сайка там что-то там ползала, ползала. Так никуда и не доползала. Билли Босс забрал для Аполло Кагмава. Кирей взял Браума для Кевикида. Вчера Элис и Кендредка забанены, чтобы Кирею не поиграть. И сами не забрали Кагмава на фирспике. Выглядеть, конечно, это туповато. То есть команда РЕН-ТВ на фирспике забирает Нидали в приоритете, чтобы Кирей, видимо, ее не забрал. Хотя как-то это глупо. Отдают в ответ Кагмава. Кагмав получает еще себе саппорта в руки. И в ответ они забирают только лишь Наутилуса. Ну, хотя бы уже Наутилуса забрали. Что касается Люциана... Мне кажется, можно было лучше забрать саппорта, а не АДшника. Ну, ладно, так и быть. Но РЕН-ТВшники пока... Пока они еще не проиграли по пикам. Дигнетеса еще и берут и палят все свои пики. Кирей будет у нас на Грагасе. И Шифтер сам себе взял Виктора. Потому что он видел, как Алексич вчера играл только на Викторе. И неплохо дамажил. Поэтому решил не отдавать шансу Алексичу поиграть на других... Точнее, наоборот, дать Алексичу шанс поиграть на других чемпионах. Если РЕН-ТВшники сейчас что-то будут пикать, то это, скорее всего, будет... А, нет, я ошибся. Вот они как решили пойти. Лисандра Мид, Грейв Стоп. Я думал, будет что-то по типу Ариана Алистар. Это Наутилус Саппорт. Это был, оказывается, Ботлэйн пикнут РЕН-ТВшниками. Обознатушки-перепрятушки сделали РЕН-ТВшники. Обманули Дигнетесов. Но, правда, не особо обманули. Кивикит кивает головой, как бы намекает, что... Да ладно, и что дальше? Ну ладно. Какую-то наманечку показывает, которая вообще никуда не заходит. То есть им надо сейчас пикать топ-лейнера Дигнетесом. Если только это не Грагас топ-лейнер. Но даже если это игра гастоп-лейнер, все равно надо пикать что-то более-менее тонковое. Поппи. Комментаторы говорят, что Поппи the best. Я не сказал бы, что Поппи the best. Если честно, я думаю, the best была бы Фиора. Но тут надо тонкости матчапа знать. Кто хорошо стоит против Грейвса. То есть лучше всего против Грейвса стоит, конечно же, Квина. Но Квина им не нужна. У них есть АДшник, им надо вокруг него ходить. Кто для него будет хорошим? Для него будет хороший Малфит, Ноутилус. Ну его уж забрали. Поппи. Кенон, кстати говоря, был бы для него неплох. Нужен тот, кто будет на себя внимание принимать. И одновременно с этим, либо получать много урона и не умирать. Либо будет сам наносить в ответ много урона. И потом уже Кагмаф будет заканчивать это все. Но должен быть топпер, который не сплитпушер и не соло-линия. То есть он один на один не собирается никого убивать. Он собирается в тимфайте принимать тонну внимания на себя. Ну вот Поппи тоже к этому списку подходит. Но Фиора, мне кажется, подходила лучше. Но опять же, я не знаю матчапа против Грейвса. Может быть там не то и не сё. У нас тут спам какой-то идёт. В чате. Поппи топ-1 герой. Любого Алёшу гнуть ею изич. Тёмная лошадка, вот увидишь Поппи. Не, ну так в каком месте тёмная лошадка? Поппи много уже играли на этом чемпионате. И по-моему даже топпер команды Дигнитас. О, девушке, совсем не интересно, что происходит. Неинтересен ей канал РЕН-ТВ. Она смотрит только Россия-1. РЕН-ТВ не очень. Хотя не, учитывая её возраст, скорее всего она ТНТ смотрит. Такие дела. Что они там кричали, зрители? Ренегат, они походу кричали, но как-то странно. Рене-Джи? Ну это Дигнитас, Дигнитас вообще они не могли крикнуть. Может они имя от чего-то кричали? Крамс, Хакук, Кьюикет. Не. Не, походу Ренегаты они кричали, только Рене-Джи как-то так. Так, английские болельщики. Поставлены ворды, никто свапаться не собирается. Ну мы это можем увидеть. Все заняли просто свои позиции, не хотят впускать в лес оппонентов. И Алексич решил ещё последний раз руки помыть тряпочкой. А нет, свап пошёл, ну, такое. Определённо могу сказать, это такое. Не очень мне нравится этот свап. Вообще мне не нравится, зачем им-то свапаться. Зачем Ренегатам-то свапаться. Это у оппонентов Кагмаф. Это выйдет как бы сильнее на линии сейчас. Хотя, конечно, Кагмаф плюс Браум это довольно тяжёлая линия по соло кушке. Знаю, там, одна кушка Браума как попадает, сразу же W прожимает. Кагмаф и инста тебя станет. Такое впечатление, что точечный стан по тебе прописывают. Ну, ладно, посмотрим. Поппи ещё не знает, что он идёт не на ту линию. Но увидел он сейчас Грейвса. И Грейвс попытается успеть заласхитить как можно больше мопцов. Всё, что он успел сделать, это одного мопца. Очень плохо, скажем, прямо сыграл Сераф. Это, по-моему, уже третий топпер, да, команды РЕН-ТВ. У них, помимо Серафа, ещё кто-то был. И РФ Леджендарь. РФ Леджендарь на прошлой неделе вроде как вернулся. Отыграл два матча, команда проиграла. Проиграла не из-за него. Опять же, из-за Крамза проиграли. Ну, тут вообще почти всегда они из-за Крамза проигрывают. Ну, парень просто совсем не то делает за чемпионов в лесу. И я не помню, когда я в последний раз вообще хвалил его. Даже за какой-то поступок. Ну, посмотрим. В этой игре пока Дигнитос забрали свой красный лес, РЕН-ТВшники забрали свой синий. Сейчас, а красный перед этим, да, да. Я немножко оговорился, но в любом случае, это будет 4-0 Пуш, которые, как мне кажется, должны были использовать себе на пользу, конечно же, Дигнитоса. Ну, посмотрим, как всё пойдёт на самом деле. Фриз всё заласхитил. 19 мопцов. Из 19, возможно, кто не в курсе. В первый пак идёт 19 мопцов. Это 6-6-6 и одна тележка того. 18 плюс 1. И Кагмав сделал то же самое, кстати говоря. Тоже заласхитит всех мопцов. Это должно быть 25 у него. А, кстати говоря... А, там Грейс забрал немножко фарма. 23 просто получилось у Люциана. Всё потому, что Грейс забрал немножко фарма. А не, вообще тут не брали. Вот он, весь этот фарм стоит. Они решили дальше идти. Интересно. Фарм оставляет, причём Фризу, посмотрите. Сират ничего не забирает. Они увидели, что очень... Ой! А за... Ой! Ой! Но, как правильно английские комментаторы говорят, А, сейчас кое-кто умрёт на Нидоле. Не-не-не-не, он смог. Он разобрался, как работает этот герой. Ой-ой-ой-ой. А теперь Хакука умрёт. Боже мой! Да что это за игроки? Я просто в жёге, ребят. Помогите, меня не... Я просто не могу. Это что такое? Что это за дауны? Я просто не... Я просто не могу с них. Это как вообще эти ребята попали туда? Ох, боже мой. Просто лучшие. Просто лучшие. Они друг друга стоят. Вот реально, битва сильнейших. Они друг друга стоят. По-другому это не назвать. Дигнетасы отдаются под вышкой РНТВшников, потому что не успевают нормально её довести. Ещё и хил тратят на это. А РНТВшники в ответ такие, а пойдём сделаем большого такого чувака. Пойдём. А чё по ХП? А чё не знаю. И минус 2. Ну, в итоге, зато никто никому ничего не отдал. Видите, вроде равная игра. Алекс ещё надамажил Шифтера. Кстати, Шифтер проигрывает пока Алексу линию. Потому что после бэка у Алексу фуллмана. Ну, всё же не забываем, что Александр может кастовать спелл. Каждый, по-моему, 7 секунд бесплатно. Или там 8 секунд, что-то в этом роде. А Виктору надо платно кастовать спеллы. И теперь он тут небольшой такой провальчик для команды РНТВ произошёл. В том смысле, что Крамс не пришёл на дайв, который обычно делается 4 в 2. Ну, там бы Грагас был, но получилось бы немножко зонинга. Пришлось Грейвсу полететь наверх. Так вот, к чему я это всё говорил? К тому, что Кагмаф пошёл просто в соло-фармиться, в соло-опыт зарабатывать. И пришлось туда лететь Грейвсу, чтобы стоять с Кагмафом. А Алекс вообще оказался здесь 1 в 2 на своей линии. В итоге даже 1 в 3. Тут Киви Кит тоже подошёл. На попе никто так задавить и не может. Почему? Потому что Крамс немножко потерялся на карте, не понимая, что ему сейчас делать. Ну, решил просто пока пофармиться. Вышку пытаются сломать, но помешать толком этому процессу не может Билли Босс. Поэтому просто Фрис его поддамаживает. Очень даже хорошо его поддамаживает. Даже вопрос немножко к Хакука куда-то свалил. Можно было флэш отжимать у Билли Босса. Не-не-не, Крамс второй раз не пойдёт. У него всё ещё лапки болят, у его Нидоли. После того, что произошло на этом Рифт Геральде. Неплохая шутка. Сказали, что Крамс подошёл к Рифт Геральду, посмотрел на него и оценил его как босса из Дарк Соулс. И понял, что здесь пока ему делать нечего. Надо пойти ещё покачаться где-то в лесу. Такая РПГшка небольшая для Крамса началась. Он проверил, насколько силён этот босс. Посмотрел, босс довольно сильный. Говорит, ладно, пойду покачаюсь, предметы пособираю. Только потом приду сюда. Слава пробегает. Но боится, боится, конечно же, сражаться с Рифт Геральдом. На самом деле он шёл на красный баф сражаться с Киреем. Кирей здесь бочку потратил. И отдал Крамсу всё. Смайт войну. Думаю, выиграет Крамс, ему легче её выиграть, потому что здесь Сират подошёл, который прогнал его. И они теперь вдвоём реально могут убить босса из Дарк Соулс. Вот это проблема. Это большая проблема, потому что тут слишком много мопсов, а вышки нет. Делают они его. Крамса нет мана, но она ему особо не нужна, чтобы это делать. Справится ли Рифт Геральд в этот раз? Не справился. Победил его Сират с Крамзом. Герои, герои. Тайминг надо записывать. Шатдаун на Рифт Геральд, да. Шатдаун вполне можно было бы снять, но, к сожалению, только 2 килла заработал. Он это без шатдауна. Факука убьёт здесь. Был уже 6-й левел у Грагаса, и Фриз, будучи 6-м левелом, сейчас, скорее всего, через ульту отпушит всё. Да, так он и делает. Причём самое смешное, Киви Кит поставил так криво щит, но всё равно умудрился Фриз половину своей ульты дать в щит. Ну, тут не имело значения. Главное, что он зачистил остальных мопсов. Аликс 71 фарм. Не реколится он в последнее время. Стоит просто на линии с Виктором теперь. Здесь с флеша... А, это мне показалось, что с флеша, это на самом деле просто билибосс ворвался. Сират с ним передамаживается. Отпрыгивает, но получает ульту от билибосса и отфлешивается. Флешается Шифтер и убивает Сирата. Ошибка Сирата грубейшая. Я не говорю, что он должен был знать, что там вор стоит. Это вообще забудьте. Он просто не должен был отфлешиваться так. Если ты собрался отфлешиваться, ты должен отфлешиваться на шорпит. Чтобы вынуждать оппонента за тобой флешиться и попадать в неудобное положение, потому что оттуда не уйти. Там как раз и Алексичу было бы легче его убить и так далее. А он в итоге просто взял и отдал килл на ровном месте. Причем Виктору на меде. И Алекс, по сути, даже пришел быстрее. Просто Шифтер перефлешился Алекса и дал прокаст. И все у него получилось. Ну что ж, бывает такое. Ой. А. Я подумал, как Алекс будет добивать после такой кушки. Но все нормально. У него еще есть Ешка. Сират шестой левел. Крампс седьмой. Кстати, по фарму он очень хорошо идет в этой игре. Он Нидали фермер. У нас такой молодой фермер Киска. Сидит что-то там кемперит в красном лесу на красном бафе, которого нет. Алекс тоже сюда подходит. Подумывает, они Биллибосса убить, хотя у Биллибосса есть флеш. Не совсем понятно, что за попытки будут они сейчас организовывать. Но идут. Алекс предлагает Крампс. Ну все, надо идти. Ну уже спалились. Варджи был поставлен, да. Алекс нажимает ульту по Биллибоссу. Копье. И даже не успевает Крампс допрыгнуть. Я не уверен, что даже его копье долетело. Это минус вышка на топе. И Алекс успевает через телепорт вернуться вниз. И вот какой-то небольшой плейс от команды Ренегаты. Давненько такого мы не видели. Ну скажем так, этот плейс настолько медленно делался, что он слабо даже похож был на плейс. Это скорее какое-то стечение обстоятельств, что вообще-то получилось. Здесь Аполло продолжает фрифармиться. Ну правда Фриз тоже фрифармится. Рассчитывают, видимо, Ренегаты, что смогут убить Дигнитасов в тимфайте. Поэтому позволяют Аполло так свободно фармиться. А тут парень настолько обнаглел, что даже купил себе ботинки Свифнос. Ну, если вы посмотрите на Фриза, Фриз тоже обнаглел в некотором роде. Ему 19 мопсов не хватает, чтобы прокнуть свой кул. Но зато, когда он его прокнет, он сразу уйдет вперед от Аполло по айтемам. 1-2. Дракон первый только сейчас был убит. Крамс думал начать синий баф, но Алексу сейчас не до него. Вот сейчас Алекс будет подходить и заберет себе синий баф. Так, Крамс, все, хватит с себя. Алекс уже сможет забрать. Риф Геральт на шестой минуте... Не, подождите, на шестой это они первого пытались взять. Я вот не помню, на какой минуте они его забрали. Ну, пока не появился, но должен будет... Ой, изъебался я немножко, появится скоро. Ну, ты смотришь вот на него и видишь, что... Ну, нет механики у парня на Нидоле. Он ботинки на КДР собрал на Нидоле, собирается под похвелье. У тебя, кстати, сделал ОЛН по шифтеру, пошла ульта, а Алекс не ультанул. Что немножко странно, копье попадает Крамс, но боится с флэша влетаться, потому что там Кирей прикрывает от этого всего. Плюс не забывайте, что у шифтера еще и Клинс есть, который может снять метку, если вдруг захочет он попытаться это сделать. Ну что, небольшую опять доминацию Ренегаты имеют над своими оппонентами в начале. Давненько они не играли с такой слабой командой. У них в этом смысле остатка сезона очень хорошая. Ждет их. Им играть с Эхо еще. Но Эхо там... А, нет, нет, с Эхо в рул они уже сыграли. Они с Фрогеном проиграли, да. Им играть с Тиэпи, с Тимликвидом. И... А, и с Клауднайнами, да, у них еще с Клауднайнами матч. Ну, знаете, когда вы идете 1-12, легких матчей у вас уже не остается. Ну, перепрыгивать? Там можно было перепрыгивать? Ладно. Я уже не знаю, как на него ругаться, чтобы не ругаться. Мало того, что ему не надо было перефлешиваться через вот эту стенку. Эту стенку можно было перепрыгнуть стабильно. А перефлешиваться уже на шорпит. Плюс здесь, первый раз, когда он встал правильно, уже можно было нажимать прыжок. Но, по-моему, у него было КД. И поэтому он так долго и ждал, ну, пока откатится КД, и потом уже нажал прыжок. Но в том месте уже перепрыгнуть нельзя было. А может, просто мискликнул. Ну, тут надо на тайминге смотреть. Но там было место, как раз, где можно... Ну, сейчас нам покажут повтор. Вот эту стенку надо было перепрыгивать просто. Без всяких приколов. Он решил перефлешиться, хотя он сам подошел, чтобы идеально перепрыгнуть. Но он испугался, что его билибосс застанет. Но одновременно с лошом, он сразу и потратил прыжок. Да, у него просто тайминг был, он не мог прыгнуть сразу. Вот здесь вот можно перепрыгивать уже. Но он решил сейчас вернуться назад, потому что шифтер подходит, а прыжок у него все еще не откатился. Ну, потом просто прыгнешь. Дэсдэнс собрал, акцентирует наше внимание английские комментаторы, Грейвс. Абсолютно правильный выбор. Наверное, здесь... Ну, смотрите просто, к чему я это все веду. Мне сам айтем Дэсдэнс не нравится. Ну, учитывая, как в последнее время все собирают Грейвса, я посмотрел на пробе ЛЦ, потом это, и мы на европейском ЛКСе только видели Дэсдэнс, то против тех чемпионов, с которыми вы не устраиваете размен по ХП, ну, постепенно, а с которыми вы играете в удар-движение-удар-движение, как раз Дэсдэнс хорошо заходит. Но я, например, все равно против этого всего. Мне все равно больше нравится Гостблейд с Маламортусом. Так, тут босса надо снова брать. Боссы берут. Блин, они там троллят вообще, конечно, веселятся. А вы говорите, что только мы критикуем. Сейчас комментаторы просто троллили, говорят, они взяли демеджера и хиллера с собой, чтобы забирать этого босса. Но где танк? Нет танка. Танковать будет Крампс. Но где же тогда хилл, если он будет танковать? Ну, типа того, такая шутка была. Ну, вы же знаете, что хиллеры хиляют, танки танкуют, ДПСеры ДПСят. Поэтому, куда они пошли в пати без танка? Ну, какое пати без танка? Ну, тут двоих хватает, на самом деле, чтобы забирать Ревгеральда. Кто не в курсе, у Ревгеральда глаз на заднице. Если по этому глазу бить со спины, когда кто-то из вас заходит, он наносит тру дамаг раз в 4 секунды. Поэтому один из вас должен всегда его танковать спереди, отвлекать, пока другой пинками его под зад убивает. Именно поэтому надо двух игроков. Если в соло его брать, он на уровне Нашора, получается, по сложности. В соло его могут взять всего несколько чемпионов. Это Йорик, Зайра, Элис, кто у нас там еще что-нибудь ставит? Шака. Гипотетический Лебланк. Гипотетический. Все. Наверное, все. Больше вроде не осталось чемпионов, которые какие-то вещи ставят на поле, и эти вещи будут принимать на себя внимание. А, конечно же, этот еще. Хеймер Дингер. Ну вот, теперь все. Алекс решил здесь заулынить, но не добрался до шифтера. Да и копьем не попал Крамс, так что так себе. 1-3 у нас, 17-ая минута. Знаете, чем-то тоже напоминает такие футбольные матчи премьер-лиги российской. После того, как мы смотрели Лигу чемпионов, или, не знаю, какое-нибудь противостояние Бундеслиги, либо дивизиона А итальянского. Ну, вы понимаете, да? То есть, довольно слабо отыгрывают ребята. Они мало того, что не забивают друг другу, так еще и слабый футбол показывают. Вот так и здесь. Мало того, что очень слабый лол показывают, так они еще и не дерутся друг с другом. А ведь драться можно. Ну, мы видели сегодня все матчи, где куча команд дрались. Тут, кстати, ТП идет. А куда прилетел-то? А, это ТП от Дигнитесов пошел. Что? Я думал, РЕН-ТВшники решили заулынить. Ну, как бы и Хакука ультанул, и вроде они начали перестреливаться, и думал, сейчас будет битва. Смотрю, а где Грейс? А Грейс, он ничего, он просто на меде стоит. Это Дигнитесы потратили ТП Поппи после того, как РЕН-ТВшники забрали уже Дрейка и начали просто отступать. Ну, вообще, просто потерянный ТП ни на чем. Вот такое впечатление, что с большим дилеем Билли Босс туда летел. Может, информация была типа того, знаете, на 18-й минуте не успел Крамса застилить. Далеко был, чтобы смайтить. Так вот, возможно, Билли Боссу на 18-й минуте такие говорят, надо за Дрейка воевать. Он такой, на 18.30. Лечу! Они такие, чувак, они уже забрали его. Черт! Примерно так это выглядело. Просто лечу. Через 30 секунд такой слоупокс реагировал и прилетел все же. Ну, причем он уже прилетел, и даже не ворвался ни в кого, он просто прилетел. Ну, вот так, типа, команда, сейчас я вас прикрою, не бойтесь. Но выглядит так, что РНТВшники вроде как выиграют. Сейчас по процентам, я бы сказал, у РНТВ 55 на 45. Потому что я не верю в скилл Аполло, и учитывая, что у РНТВ есть три чемпиона, которые могут сесть на Аполло и ваншотнуть его, без шуток, тут три чистых чемпиона. Помимо всего прочего, еще есть Нидали, который может копьем попасть, с прыжка его добить. И есть еще Фриз, который, не дай бог, сам до него доберется. Так что 55% РНТВшникам на победу я дам. Ну, и оставшиеся. Так и быть, пусть будет у Дигнитас. Почему я так считаю? Потому что Билли Босс вообще ничего не делает. То есть пик Поппи пока никак не оправдан. Он идет впереди по фарму, только потому что Грейс очень много ротациями занимался. И Грейс как раз тот самый человек, который сломал вышку на топе давным-давно. И сейчас ему очень сложно найти фарм для себя. Но вот он наконец-то ушел на бот-лейн, искать фарм там. У него есть, потому что преимущество телепорт, и он хочет попытаться сломать тир-2 вышку с той стороны. Ну и, конечно же, Дигнитас это прекрасно понимает и начинает просто подсиживать мид. Копье летит, от Крамза никуда не попадает. Пошла ульта, Фриза, вся ульта вошла в Кивикида. Но Грейс уже добрался до вышки. Уже добрался вон. А ничего не получилось. А Алекс тоже пушит, потому что у Алекса есть телепорт, и он готовится делать телепорт, если что, на вышку, и защищать ее. Есть такая вероятность, что РНТВшники могут сейчас отдать свою тир-2 вышку, но забрать 2 тир-2 в ответ. И это тоже будет неплохой вариант. А нет, все. Билли Босс сюда пришел. Сразу же Грейвсу надо отступать. И если есть возможность, то надо влетать РНТВшником Дигнитас, и он прилетит через телепорт. Но нет такой возможности, зато при этом забрали фармец лесной, и могут даже организовать какие-то убийства попки дурачка здесь. Алекс хочет. Все, Алекс пошел. Ульту нажимает с флэша. Крам спрыгал. Кто не заметил, но... Ой-ой-ой-ой. 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 Ой-ой-ой-ой-ой. 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 Простите меня, но... Да. Это что-то на уровне... Я люблю это говорить, но повторю еще раз, салакушки было. Почему? Когда два игрока решили делать дайв, один игрок решил этого не делать. Потом он увидел, что они все же делают дайв, и он такой, ладно, я пойду с вами. Но смотрите внимательно. Вот где находится Крампс. Куда он пошел вот сейчас? Смотрите, куда он пойдет. Алекс Улыннет, а он куда-то туда побежал, потом какой-то непонятный флэш сделал, потом кинул копье, не попал, потом такой в панике сделал прыжок, хотя очевидно было, что он не достает своим прыжком, ведь он не попал копьем до этого. Без вариантов, ребят. Как с этим парнем играть? Комментаторы патрулили, говорят, для Крампса расстояние 1500 слишком короткое. Ну, это копье на максимальную рейндж, на которое может лететь копье, и он флэшнулся, чтобы сократить дистанцию, флэшнулся на 400, расстояние, приблизился, и кинул копье, ага, копье ли пролетело 1500, но все равно не долетело, потому что слишком короткое копье у Крампса. Да. Знаете, вот такой счет 1-4, но в реальности киллы, которые заработали Дигнитес, они ничего не сделали для этих киллов. Это Крампс просто сам отдал их им. Ну, и один раз на Утилус. Ну, тут вообще счет-то должен быть 3-6, просто эти экзекьютеры-то никуда не засчитывались. КДА не портили, командное, но именно в статистику это никуда не было записано, эти киллы никому не записали. Крампс соло делает Дрейка, хоть что-то, наконец-то, он делает полезное в игре, если честно. Вот это молодец. Молодец, догадался, причем, ну, в ответ даже, когда Дигнитес узнает, что Крамп сделал Дрейк, вот сейчас они услышат об этом, они ничего не смогут сейчас сделать. Они просто такие при себе подумают, а, ну да, он где-то там снизу забрал Дрейка, а мы все равно задавить не можем. Ну, попытаются, но у Алекса есть телепорт, помним об этом. Нет, решает отступить. Странно, по мне, можно было воевать за эту вышку, тут и телепорты были, куда лететь. Просто отдали вышку, и Алекс тоже не пошел. Он пошел ничего забирать, он отходил, чтобы, чтобы что, я тоже не понял. Ну, всей командой РНТВшники смещаются сейчас на мид. Походу, будет у нас такие битва, Поппи тоже идет, но все, сейчас что-то будет. Правда, они настолько расплечены, Аполло ловит Хакука, ульта заходит, в Аполло попадает копьем Крампс, но не влетает, по Алексу пошла ульта, Алекс делает флэш, ульту, самого себя. Кивикида убили, в конце концов, а Кирея ваншотнули до этого. Ну, такое, знаете, ребят, Поппи так и не успела подойти, повезло немножко РНТВшникам, они правильно сделали со своими контролями, добрались такие до Аполло, сняли с него флэш и хил, но они так по очереди это все делали, что в следующий раз это может плохо для них кончится, но в следующий раз у него не будет флэша и хила, уже после ульты Хакука у него проблемы начнутся. Я бы такой повтор даже не показывал, не стыдился, лучше бы показал повтор из другой игры какой-нибудь полезной. Ой, какая ужасная от Кирея ульта я сейчас увидел. Он просто кинул ее в никуда, а Билли Босс ультанет в Алекса, да, я так понимаю? Да, 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 давай оправдывайте вот так. Тут комментаторы говорят, вообще-то этой ультой довольно сложно попасть иногда. Ну, я не против, что ей сложно попасть, я вообще не понимаю, просто как он настолько не успел подойти вовремя, чтобы спасти свою команду, но они отдали 2 кила. Теперь будет тяжелее Дигнитосом. У них и так было все не очень хорошо. Ух, кто тут Крамс, воришка. Пришел, забрал, убежал. И копье кинул небо. Ничего страшного. Зато Хакука нашел здесь вордец и выбил. Что у нас по телепортам. У Алекса все еще есть, Серата есть и убили босса тоже есть. То есть, относительно телепортов ничего не изменилось в игре. Все как было, так и осталось. Да, в этом смысле комментаторы правильно говорят. Подождите, тут Алекс решил заулынить. Сразу же Клинс прожимает шифтер, остается в живых. Серат попадает под проказ, прилетает сюда били босс. У Алекса больше нет ничего. А вот и пришел Фриз. Фриз переключается с танков на более слабые цели. И Серат делает килл на попе, которую все бросили. Никто решил ей не помогать, но сейчас может быть неплохой камбэк для команды Дигнитас, потому что без ультов будут подниматься наверх РНТВшники, да и особо без мопцов. Можно было бы сейчас провести битву неплохую, у них три ульты есть, но они решают просто отойти и чуть было не потеряли еще и вышку. Что-то у меня кашляет. Совсем, совсем, подождите. пьешь, пьешь лекарства, толку никакого. Ну ладно. Шифтер инстан нажал, кстати, QSS. Ой, какая ульта плохая от Серата. Он не попал ни по кому, я даже не понимаю, по кому он целился. Вот сейчас бы ульту его долбануть. Правильно говорят комментаторы. Прилетел билибосс просто в численное меньшинство. Он прилетел просто в трех игроков и давай с ними сражаться. Ой, ой, копьёли крампс. Да. Убежать бы теперь отсюда, учитывая, они не убили Аполло и ещё сейчас умрут. Алекс прожимает Джоню, Доджи. Сейчас надо будет ещё ульту прожать, прожимает Алекс ещё и ульту. Ну, бросать Алекса нельзя же так просто. Но, видимо, в команде Ренегат бросают именно так своих игроков. На нашу раз смещается команда Дигнитас, понимая, что это сейчас очень хорошая возможность поделать его, но, чтобы его делать, надо нормально встать, а они встали криво. Первыми начал танковать Аполло, теперь Аполло дальше начинает раздамаживать. В этот момент Грейвс продолжает подпушивать линию, копия, всё летят, летят и летят. Ультует Билли Босс, не попадает в Нидали, и это очень плохо может для них кончиться. Грейвс всё же прилетает, даёт ульту, убивает Браума, но дэмэджа им не хватит. Очень поздно прилетел Грейвс, давайте признаем это. Очень плохо прилетел Грейвс. Лететь надо было неделю назад, чтобы участвовать в этой войне, потому что Дигнетесы уже были заподкомечены, говоря покерным языком, они не могли уже выйти из этой раздачи никуда. Они сидели там окончательно, всё, попали и никуда не выйти. Но они решили, РНТВшники, что важнее Грейвсу запушить ещё один вейв, нежели прилететь сюда и вместе со всеми дамажить, дамажить и дамажить оппонентов. Ну и конечно же опять не смог пересмайтить Крампс, ничего вообще не смог сделать. Поддамажить они смогли, убили даже двух игроков, если я правильно понимаю. Но толку от этого. Что делать теперь, непонятно. Ну давайте верить в Крампса, что он сможет сейчас пересмайтить. Например, ничего. Очень быстро забрали Дигнитоса себе Дрейка. Это второй Дрейк для них, второй Дрейк и для РНТВшников мог быть третий. 5-8 счёт и я насчёт телепорта Алекса вот всё думаю. Он вроде даже неплохой сделал телепорт. Поймал Аполло, просто Нидали как-то испугалась нападать на Аполло один на один. Такое впечатление, что Крампс посчитал, мол, как Мафова убьёт Соло, пока Алекс до туда доедет. Но даже если бы Крамза убил Аполло, это был бы выгодный размен. Вы разменивали Джанглера на их единственного керри. Ну ладно, Шифтер тоже керри, но вы поняли, о чём я. Ну тут вопрос бы только оставался, успел бы тогда Алекс после этого уйти или нет. Там надо было всего несколько секунд выиграть, чтобы Алекс мог дойти и ультануть во них. Понизу идёт команда Дигнитас, очень много дэмэджа идёт от Аполло, пытается Алекс ворваться, влетает, делает флэш, W, шикарно просто делает всё Алекс, но так же шикарно сыграл и Киви Кит, который своим щитком заблочил весь урон, который внёс Сират, и это был размен у нас скилл в два, да, это, по-моему, поражение, потому что Фриз вообще не подфаловил весь урон. Фриз боится дамажить, очень боится дамажить Фриз, не знаю почему, но урон он в этом файте вообще не наносил, и надо было быть, конечно, посмелее, имея QSS, с которым ты бояться вообще никого не должен, он даже сейчас боится стрелять по оппонентам, да. Фриз, конечно, в этой игре не лучшим образом играет, на фарм не обращайте внимания, фарм-то тут при чём. Алекс сделал шикарную инициацию, Киви Кит успел дать щиток, из-за этого весь урон, который наносил Грейвс, ушёл в щит Браума, и не получилось комбо-вомба, сейчас вы это увидите, я вам замедленно покажу. Алекс сейчас с флэша попадёт, цепанёт, в этот момент идёт ульта уже, но на эту ульту как раз Браума поставит щит, и случайно этим же щитом он прикроет весь прокаст. Видели? Видели? Весь урон Грейвса. Смотрим за Фризом дальше. Фриз дал автоатаку, файта, всё, всё, вопрос снимается. Но дальше он всё равно побоялся подойти, подошёл, увидел ульту, испугался, потом отфлэшился, дал только спел, и дальше только танцует. Здесь две автоатаки, и пошёл дальше танцевать, не знаю почему, он должен был просто вот этого парня, который сюда подошёл, он должен был его просто пытаться убивать сразу, вот отсюда, потому что у тебя есть QSS, а Шифтер ничего тебе сделать не может, у него нет ульты. Но очень сильно испугался Фриз его и отступил. Баншота бы он не получил никак, потому что весь прокаст был потрачен Шифтером, а вот теперь у Шифтера появился вотстав, теперь уже QSS не помогает. Ну, Магрес тот, который был собран, никак не помогает. Но всё же, мне кажется, здесь Люцик сыграл концовочку плоховато, а в начале тут, оказывается, его Белебосс выкинул, поэтому не смог Фриз нормально подамажить. 7.11 снизу открыт ингибитор, но не убит ингибитор. Ну, весь потенциал инициации, конечно, РНТВшники сейчас потеряли, у них нет двух флэшей важных. Здесь хилл на Аполу откатился, хотя у Аполу всё ещё нет флэша. Алекс со спины хочет прилететь, он показывает, с какого варда он прилетит на хомгардах, нажимает Алекс телепорт и будет прилетать, Белебосс прицеливает ульту, выкидывает её не очень удачно, Алекс летает, прожимает W по всем, прожимает ульту свою, сейчас ещё Жоню прожмёт, Алекс выиграл тонну времени, где команда непонятно, где команда непонятно, на Утилус так и не подошёл, Крамс так и не ворвался, ну, извините, ребят, но играть в соло в команде там у нас сейчас как обычно будет хейтер один просто на Гудгеме постоянно после каждой игры Ренегатор находится один человек, который говорит, почему ты только на Крамс заругаешься, посмотри, как Алекс играет, он же тоже плохо, Алекс выполняет то, что ему нужно, в этой игре у него простая задача добраться до Аполло, нажать кнопочки две, сначала кнопочка станд по всем, а именно W, после чего дать ульту в себя либо в оппонентов по ситуации. Шифтера подкинули, Алекс прилетел, по Аполло чуть-чуть не попал, но даст ульту по трём игрокам, дал, Аполло он не задел. Почему никто всё ещё не подходит из его команды, я не понимаю. Алекс реально там пять секунд простоял, ни один игрок не подошёл, ни крампс не впрыгнул. Как бы, как дэмэдж будет наноситься, если не... Кто-то же должен из них тоже идти суисадиться, вот что я хочу сказать, кто-то из вот этих трёх игроков должен идти тоже вместе с ним суисадиться, иначе вы уроном не нанесёте, а они просто суисадят Лиссандру, типа... Не надо бояться умирать, надо играть как Клауд Найн, и тогда и игры будут весёлые, тогда и получаться будет побеждать, тогда и будете вы находиться на третьем месте в таблице. Рисковать надо, а они чё сидят? Ни Грейвс не ворвался, ни Нидали не ворвалась, у них есть урон, просто они не используют его. А чем дольше они его не будут использовать, у них всё ещё есть урон, ребят, отставание всего в одну тысячу, это вообще ерунда. Они всё ещё могут ваншотнуть Дигнитосов. Да, всё тяжелее и тяжелее становится, потому что Магреза всё больше, больше и больше. Ну вот, Магреза всё больше и больше и больше, но тут должен уже включаться Сират, тут должен включаться уже Люциан, но они это не используют, они всё ждут, что каким-то чудом они случайно убьют Апола и тогда будем сражаться до конца, но это чушь. Вам надо случайно убить остальных, а потом уже тогда пытаться что-то по-другому. Шифтер не умер в этой игре ещё ни разу, у него 8 киллов, у него Леджендари уже. Алекс сейчас без телепорта собирается влететь, влетает, с флэша попадает во всех, до конца надо идти, до конца, Сират, до конца. Смотрите, а вы убили, а кто это сделал? Ой-ой-ой-ой, вы убили двоих. Сират так не испугался, прорвался сквозь всех танков и убил такие Апола. И Алекс опять сделал шикарную инициацию. Влетел, перефлэшился Виктора W и сразу же зацепился за Апола, дав по нему проказ свой. И теперь можно идти делать на Шора. Если Крамс не зафейли, то на Шор их. И с этим на Шора можно будет сиджить. Но Грагас сюда подходит. Кстати говоря, это звоночек. Алекс видит, что Грагас подходит, кликает всем, что будьте аккуратны. Грагас кидает бочку, ставит просветочку, пытается не играть в смайт в войну. Не-не-не, все получилось. Алекс выживет. Алекс на Ешке убегает. Копье кидается, надо отступать. Киви-кит. Нету флэша, поэтому чейзить не сможет. Ну и за это время Сират не упустил бот-лайн. Там хоть и нет ингибитора, но выбил. Смотрите внимательно. Сейчас опять то же самое будет. По сути, копипасс предыдущего файта. Сират опять находится на полэкрана от всех. Люцан опять ультанул получается в щиток. То же самое, что было там. Только здесь все сыграют по-другому. На этот раз все пойдут до конца. Сразу же ульта Сирата никого опять не надамажила. Но на этот раз он с флэша полетел убивать игроков. Не испугался. Влетел. А в прошлый раз помните, ну давай, Алекс, ты же убьешь Кога в соло? Ой, не убил. Ну тогда мы не будем помогать тебе. Ну что это за бред? Ну и даже повезло, видите, никто не умер. Аполло тем временем собрал QSS. После, кстати, этого файта только лишь. Обычно в таких ситуациях QSS собирается с первым айтемом, а тут вот QSS только-только сейчас. Шифтер ничего не смог купить. И вот сейчас, я думаю, 3-1-1 пуш очень-очень шикарно должен пойти от команды РЕН-ТВ. Правда, Алекс решает среколиться. Видимо, что-то у него есть на базе. Продает Доран Ринг и покупает просто большой рот. Ну, большой рот так большой рот. Что поделать? Ну, странно. Видимо, с этим Нашором они решили ничего не сделать. Дрейка, правда, они тоже отдали. Не совсем понятно. Тут и Крампс реколится. Крампс Войт купит? Да, Войт Став уже есть. У Алекса тоже есть Войт Став, кто не заметил. Могрес уже не так сильно решает от команды Дигни- Дигни- Тасс. Грагас купил Зизи Портал. А, кстати, у команды РЕН-ТВ некому купить Зизи Портал. Хакука надо обязательно быть танковым, поэтому ему сначала надо еще спирит визаж собрать. Нам тут показывают, как Аполло фармится. Выглядит, конечно, это злобно. Ну, выглядит-то злобно, только как это дэмэдж в тимфайте нанести, когда у оппонентов такой пик. Просто, если этот пик будет работать идеально, то Дигни- Тассы, только имея преимущество по деньгам, могут раздавить РЕН-ТВ-шников. Потому что у РЕН-ТВ и сприт-пуш есть 3-1-1, и дефалтный Сидж и инициация. Даже дайв-потенциал какой-то есть. Ну, дайв-потенциал я бы не использовал, ну, не рисковал, по крайней мере. Все еще есть какие-то остатки на Ашора, там, секунд 30, с ними пытаются РЕН-ТВ-шники поддамажить хоть чуть-чуть вышки. Супер-тележечка тут, фриз даже пострелял, кстати, очень рисковал сейчас фриз. Кирей не среагировал на этот вопрос, у него был флэш, он должен был сейчас вообще-то убивать фриза, ну, по крайней мере, снимать фриза хилл и флэш взамен на свою ульту, но он этого не сделал. И РЕН-ТВ-шники потихонечку даже открыли этот ингибитор, пытаются его подбить, в этот момент Грейв снизу там подпушивает, Киви Кит попадает в Хакука, но Хакука не страшен, а вот Алекса здесь ловят и ваншотают. Ой, Алекс как будто не смотрел игру предыдущую, как будто он ее не смотрел. Точно так же в предыдущей игре Лулу отдалась от Team Liquid, помните? Точно так же на переходе с бот-лейн-вышки к мид-лейну из дверей выскочила, Элиза застанила и потом Ариана от Бергсона ваншотнула. Это было близко. Для того, чтобы Крамс умер, он там рисковал по вардам, бегал. Ну, сидж РНТВшников закончился, но Алексу надо, конечно, быть осторожнее с такими переходами. Чтоб такое не происходило, Саппорт должен сверху поставить вард, как раз на входе в этой двери. Но если нет варда, он должен просигнализировать всем, что не ходите, дети там могут вас застанеть и убить. Ну, вот с Алексом сейчас так и поступили, он ничего не успел нажать. Просто встанье простоял, у него и флэш был, и ульта была, и Джоня была, но Поппи его застанил и там кто-то сверху дал прокаст. Я, кстати, не посмотрел, кто его убил. Ну, судя по всему, это шифтер был, у него 9 киллов, потому что стало было 8, стало 9. Так что, думаю, это он сделал. Крампс продолжает фармиться, по-моему, хочет превратиться в третьего медла... Ой-ой-ой, вот так вот должен был, вот так вот должен был делать под башней своей Грагас. Сейчас у него не получилось это сделать, механическая ошибка, кстати говоря. Он должен был подкинуть Фриза и после этого давать ульту ему за спину. А он сначала дал ульту в него, в итоге Фриз полетел в ту сторону и Кирей вместе со своей бочкой полетел за ним. Хакука с флэша подкидывает, Алекс не влетел, дэмэдж все, ну, нанесли очень неплохой РНТВшники, Алекс попытается зайти со спины, делать еще одну ешку, получается, на этот раз прожимает Джонни ульту, Брауму ваншотают, но это не имеет значения, потому что всех остальных-то они добьют так и так. Фриз с флэша добирается до Биллибосса, добивает. Крамс в этот момент гонял Аполло, прожал Джонни, чтобы Аполло по нему не дал дэмэджа, а Хакука гонится за шифтером, который все еще не умер ни разу, и ему отменяет рекол, это очень важно. Хакука отменяет легко рекол, правда, можно здесь и отлететь, он, кстати, отлетает, но пока там гоняется шифтер за Хакука, команда РНТВ будет пытаться заканчивать. Крамсон, отойди, пожалуйста, похиляйся. Ну что, это походу победа, ребят, хотя сейчас на хомгардах вылетит шифтер, делает ульту, не, не ульту, простой прокаст по... Да ладно, они просто отдали 2 кила. Не закончили. А бэкдорить могут? Бэкдорить могут. А варды не оставили или оставили? Я вот не могу понять, они оставили варды или нет. Тут и дракон скоро появится, и нашор появится, и помним, что там два открытых ингибитора, и вся команда сейчас Дигнитас начинает воскрешаться. Грейсу нельзя было сейчас уходить, Грейс должен был попытаться что-то организовать, ответочку какую-то. А, там большой вейв, и на него вынуждены были РНТВшники бэккаться. Сколько времени? 10 секунд. Ну, не, не, ничего не сделают. Тут очень скоро появится Хакука, и проблем никаких уже не должно быть. Ну, где там Люци? Да, все. Не стоило бы это делать, отступать, отступать, только отступать и сдаваться. Тут, ой-ой-ой, Люциана сейчас могут поймать, у него нет флэша, есть хил, шифтер бежит на него, но поддамажить не может, ингибитор этот упадет. Грейс пошел на бэкдор, перепрыгивает, отменять рекол надо всем. Рекол нажимает, Хакука пытается отменить. Единственный, кто может сделать рекол, это Аполло, Аполло его все же отменяют. И все это время Серат заканчивал игру, и он заканчивает ее, ребят, и РЕН-ТВшники нашли таки вард. Серат обнимает Крампс. Ух! Икс Серат. Смогли все же выиграть, но игра такая, знаете, с обоюдными ошибками, но довольно занимательная. Смогли таки они победить. Наконец-то, 2-12. Осталось только сегодня Имморталом еще проиграть следующую игру Фрогеном, и я буду абсолютно доволен, даже учитывая, что сегодня Клауд Найны проиграли, потому что Клауд Найны... Ой, Полинка, ты куда? Ты Фрогена не посмотришь. Как можно Фрогена-то не посмотреть? Без Фрогена спать ложится, я не знаю. Это как водка без пива. Заднеприводные игры. Да. Ну, а у нас пока перерыв.